Новые подробности поиска в 9-летней девочке в Богородске. Волонтерам приходят новые сведения о том, что Машу Люлину видели живой. Напомню, она ушла из дома погулять на детскую площадку 4 дня назад и до сих пор не вернулась. Ее ищут и полиция, и спасатели, и военные, и родственники. Отрабатываются все возможные версии. Родственники, например, предполагают, что ребенка могли похитить. Но сегодня волонтерам пришли сведения о том, что похожую девочку видели в самом центре города. Был звонок. Видели похожую девочку в розовом в этом месте. Но вот видите, пока не видно. Очень много поступает свидетельств различных. Все свидетельства проверяются, потому что, ну, как оставить без внимания. Даже нелепые иногда свидетельства приходят. Так, кто-то по верху. Да, давай по этой стороне, если сможешь, пробирайся. Ага. Да, вот так прямо. Ну, видишь, дорога сейчас включается. Это тоже. То есть метра 34 между собой. Увеличился радиус. Все версии отрабатываются одновременно. То есть мы не забрасываем ни одну версию. Отрабатывается город, отрабатывается природная среда вокруг города, ближайшие населенные пункты. Очень активно принимают участие местные жители. То есть из Нижнего, из соседних населенных пунктов, из Богородска. Поиски идут уже несколько суток. Приехало несколько регионов. Приехали оказать помощь в поиске пропавшей машины. До сих пор проходит еще поиск. Девочку искали 13 лет. И второй раз приезжаем в эту область. Первые два дня на массовых таких поисках, особенно по детям, идет большой поток. Потом люди начинают уставать. И спад идет. Но вот те люди, которые сейчас приходят, то есть то, что мы видим сейчас, это нас вполне устраивает. Это люди, которые приходят целеустремленные. Они работают, они не отказываются ни от какой задачи. То есть на них можно положиться. В правилах отряда нашего поиск закончен только тогда, когда человек будет найден. Продолжение следует... Продолжение следует...